Привет, чубаконеры! Приезжаю сегодня в парикмахерскую, прыгаю в кресло, и тут же меня мастер начинает без насадки брить под ноль. Я вот торможу, говорю, парень, тормози, мои шарты еще не выбиты. Хотя, конечно, ситуация стрёмненькая, стрёмненькая для шартистов. Давайте посмотрим, что у нас с биткоином, как он пугает нас. Как мы вчера с вами обсуждали, для меня есть две самых волнительных точки. Это если биткоин пробьет вот эту нижнюю крышечку боковика, это у нас 2200, по-моему, сейчас посмотрим. Да, 2200. И следующая отметка, это где-то здесь, 21500. 21500 он пока взять не может, пытается, не может, и именно поэтому мои шорты пока еще в безопасности. А я вчера обещал, а за базар нужно отвечать, что как только биткоин приблизится к отметке 2200-2030, то есть к нижней границе боковика, то я обязательно возьму шорт. И я взял шорт лайткоин на 10 косарей, сейчас я его покажу. Значит, плечо третье, даже чуть-чуть там меньше. Позиция более 10000 BUSD, цена ликвидации 71. Если доходит, то теряю. Если падаем вниз на 30%, то забираю 3 плюс 3. Конечно, ситуация волнительная, потому что реально пуляют вверх. И то, что биток и эфир летят вверх, это для меня, конечно же, не самая хорошая новость, потому что я встал в шорт. Но при этом наша монетка с секретом, которую я закупил по 0.58 или 0.56, и ребята из Дискорда многие тоже, хотя, конечно, многие уже поскидывали, она просто у нас сегодня выдала плюс 46%. Я поставил плавающий стоп, и на плюс 43% на цене 0.83, я ее сегодня продал, с профитом 43%. Так что в этом плане, конечно, оригото монетки нашей. Но мы ее раскусили еще в марте, и подтвердился ресерч как раз в июне. И вот, когда проводится умный ресерч, то он отрабатывает как положено. Будет короткое видео, потому что, в принципе, ничего еще у нас не поменялось. Я, конечно же, начинаю волноваться из-за того, что мы поперли в рост, но, опять же, мы говорили о том, что эти отскоки в 10-15% могут быть. Но что меня, конечно, расстроило. Мы, пока мы падали, вот этот месяц, я все время говорил, что ребята, должен быть обязательно от локального дна ложный отскок на 30%. И мы там закупали на разных ценах, а он провалялся ниже. Но мы выходили по стопам, теряли там по 2-3%. Раз закупились, два закупились, три закупились. И на, ребята из Дискорда, не надо соврать, у меня был тейк, хороший тейк на 900 по эфиру. Я его купил, а потом скинул по 920, подумав, что покатимся ниже. Блин, а именно здесь оказалось это дно локальное, от которого дали ложный отскок в 30%. Почему говорю, что ложный? Потому что пока еще не полетели выше. Если пробьем 50% прибыли, блин, тогда я посрамлен, и у нас начинается разворот тренда. Но пока все у нас в рамках ложного отскока и в рамках того, что мы предполагали. Хотя, конечно, я не думал, что вот именно сейчас он случится. Но видите, как обманывает рынок. Ты его ждешь 4 раза наверху, а он стреляет именно тогда, когда ты уже думаешь, ну все, теперь уж пока не стенись, не буду заходить на всю котлету. И он стрельнул. Ладно, почему я еще придерживаюсь все-таки мнения, хотя сейчас рынок отрастает, да, но он уже застопорился, сегодня он застопорился. Просто давайте логично. Я не слепо следую своей вот этой теории, что мы должны пойти вниз. Ну просто, друзья, давайте посмотрим, какие ликвидации ждет рынок, если нас прокатит. Всего лишь сейчас посмотрим на 860 по эфиру. Ну вот посмотрите. Специально я здесь сделал выписку. Как только цена по эфиру достигнет 891 доллар, будет ликвидирована позиция на 143 миллиона долларов. Битки Целесеса под ударом при цене ликвидации 13 600. Там будет ликвидировано на 220 лямов. И есть еще Солановский кит, которого нашли. 167 лямов, у него ликвидация наступит, когда цена Солана опустится до 22 долларов. И эта ликвидация, она вот уже, она на поверхности. То есть неужели сейчас будут давать отскоки в 50, 60, 70 процентов, чтобы опять потом продавливать вниз? Блин, не воспользоваться моментом. Вот то, что сейчас дадут ложный отскок и потом продают вниз. Допустим, на 30 сейчас дали отскок, и вот сейчас продают вниз, когда залетят уже лонгисты. В это мне верится как-то больше. В общем, друзья, какая у меня... Я, конечно, тут на самом деле в своем случае на двух стульях сижу, потому что с одной стороны у меня есть шорты. С другой стороны у меня есть просто монеты, которые я закупаю без лонгов. И вот, например, как наша монетка с секретом. Я почему я так называю, друзья, еще раз повторяю. У нас есть дискорд, закрытая площадка. И вот такие гемы я не называю в ютубе, потому что это просто несправедливо к ребятам, которые имеют доступ к закрытой платформе дискорд нашей. Так вот, с одной стороны есть шорты. С другой стороны есть, конечно, гемы, которые летят. И вот на самом деле вот эта монетка с секретом, она, если вдруг у меня выбьет шорты, она уже мне окупила все мои убытки по шортам. Но, конечно, будет неприятно. В общем, что, друзья, не буду больше базарить. У нас пока ситуация вся та же самая. Ждем, пробьет ли 21500. Если пробивает, я частично посрамлен, и я, конечно, расстроюсь. Потому что я буду вынужден по шортам выскакивать в стопы. Если все-таки разворачиваемся вниз, ну, тогда логика преобладает. И действительно, те ребята, кто топят за ликвидацией, они пойдут вниз и заберут вот эти как минимум три позиции. И то, это те, которых мы знаем. А сколько ребята, которые сидят с меньшими суммами, но которые создают в совокупе огромные деньги. И вот они рядышком, вот их рядышком ликвидация. Ну, неужели их не заберут? В общем, у меня мысли такие. Вы не обязаны в них верить. Я просто делюсь с вами размышлениями, но у нас коллективный мозг, коллективная голова, одна голова хорошо. А 2300 у нас в Дискорде, это всегда лучше. Поэтому встречаемся в Дискорде. Всем арригото. Херушки, мы будем бороться.